Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселина Светлая. Мы продолжаем разговор о нарциссизме, его истоках и проявлениях. И сегодня мы осознаем, кто такой мужчина-нарцисс и как он себя проявляет в отношениях. И у меня в гостях Ирина Заяц, тренер, психолог, член Украинской и Европейской ассоциации транзактного анализа. Здравствуй, Ира. Здравствуй, Вселина. Ну что, продолжаем тему нарциссизм и его проявления. Вот хочется больше углубиться теперь в проявления и именно кто такой мужчина-нарцисс понять. В целом, нарциссизм может характеризовать ряд признаков, по которым мы можем отличить такую личность. И наиболее ярко, если честно, это проявляется именно в мужском варианте. По крайней мере, на моей практике я чаще встречала мужчин-нарциссов. Вот как-то так складывалось. То есть женщина всё-таки благодаря своей какой-то мягкости, душевности, она как-то регулирует вот эти вот качества, хотя бывают крайние проявления. В первую очередь, это грандиозное чувство собственной значимости. Это высокомерное поведение, это ощущение себя выше других, это потребность в чрезмерном восхищении и уверенность в какой-то привилегированности своей. И может, например, проявляться в том, что такой человек считает себя вправе быть вхожим в какое-то светское высшее общество, либо быть частью какой-то организации. Причём все эти вещи, они обязательно соответствуют действительности, и чаще всего не соответствуют действительности. Но нарцисс глубоко в этом убеждён. И такое, скажем так, агрессивное такое высокомерие, оно, в общем-то, свойственно ряду мужчин и очень вписывается в нашу социальную структуру. Так как мужчина, он добытчик, он охотник, и когда он достигает своих целей, эти качества органично вписываются в нашу социальную структуру. Нарциссы, как правило, очень сильные лидеры. Дело в том, что нарциссизм развивается таким образом, что человек в действительности воспитывает в себе очень какие-то выдающиеся таланты. Нарцисс о них думает ещё в более грандиозном смысле, конечно же, но чаще всего он выделяется. Выделяется какими-то своими качествами, которые он делает своим объектом своего нарциссизма. Вообще нарциссизм, как вот по Эриху Фрому, он делится на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественный нарциссизм — это тогда, когда нарциссическим объектом становится некая деятельность. Это может быть карьерный рост, это может быть написание книги. В общем, любая профессиональная какая-то творческая деятельность. И почему доброкачественный? Потому что все свои вот эти вот нарциссические импульсы человек всё-таки направляет на деятельность. Злокачественный отличается тем, что нарцисс направляет вот эту свою энергию на то, что ему уже присуще. То есть объектом нарциссизма может стать, например, собственный нос, или красота ног, например, или красота волос, или что-то вот в этом роде. То есть какие-то такие вещи, которые ему даны от природы, но он считает, что они как-то особо выдающиеся среди человеческого сообщества. Я, кстати, тут же вспоминаю фильм «Дариан Грей» по роману «Оскар Уальда». Да, это об этом. Портрет Дариана Грея как раз именно сам Дариан, он был зациклен на вот этом самолюбовании собой. Да, он познавал жизнь с разных сторон. И вот именно в фильме на этом сделан акцент, что герой вот просто хотел познать мир, и для этого ему нужно было больше времени. Да, он поддался искушениям, но как бы вот он этим и оправдывает такое поведение. Вместе с тем, картина, куда была перенесена его душа, она испытывает все терзания, все мучения, все страдания на себе, и сам портрет превращается в отвратительный и мерзкий, по сути, потому что все проявления его души, они отвратительные. А сам Дариан внешне остаётся таким самовлюблённым, прекрасным, казалось бы, прекрасным со стороны, но ужасным внутри. Это прекрасный образ в литературе, который как раз-таки хорошо отражает внутреннюю жизнь нарцисса и вообще его деятельность по жизни. То есть вот нарциссу свойственно все вот эти вот переживания, какие-то ощущения себя каким-то несостоятельным, каким-то недостаточно красивым, недостаточно успешным вытеснять. Он держит в фокусе только вот эту вот персону, вот этот вот фасад, вот эту маску, которую он предъявляет всем, в том числе даже самым близким людям. Зачастую нарциссы как человека, не зачастую, а всегда как человека нарцисса не знает никто. В отношениях с чем сталкивается партнёр нарцисса? С тем, что ему постоянно предъявляют какую-то иллюзию. Человек всегда это чувствует. И на основании этого возникают всяческие разногласия. Партнёр пытается пробиться, узнать, каков же он внутри, сблизиться с ним. Истинная близость невозможна, если человек не раскрывается. А нарцисс как раз не раскрывается никогда. То есть он всегда держит вот эту марку, всегда держит себя в этом образе, который он себе придумал. Можно ли сказать, что нарциссы, и в том числе мужчины-нарциссы, очень одиноки, очень глубинное одиночество испытывают они? Иногда даже скуку от жизни, иногда тоску, если это о творческой Личности, то это ищущая Личность, которая пытается заполнить, казалось бы, возникающую пустоту какими-то творческими проектами, развитием своей Личности. И здесь мы приходим к позитивным проявлениям, к хорошим проявлениям нарциссизма, да, когда человек настроен на постоянное развитие, на постоянный анализ себя, отношений с окружающим и на улучшение уже имеющихся результатов. Я бы сказала, если говорить о людях тоски и людях скуки, то… Это концепт Назипа Хамильтова. Ирина Ильича, да. И если говорить об этом, то доброкачественный нарциссизм более присущ людям тоски. Злокачественным более людям скуки, как на мой взгляд, согласно моим исследованиям, я как раз исследую аспект одиночества в нарциссизме. И когда доброкачественный нарциссизм, мы помним, он направлен на какую-либо деятельность, и это в том числе и творческая деятельность. Когда человек идёт по этому пути познания творчества, он делает объектом вот это творчество, и, собственно говоря, в нём развивается, считает это чем-то великим, чем-то очень значимым для мира, и это в действительности может стать чем-то значимым для мира. Здесь не нужно забывать о том, что нарцисс складывает очень много энергии в свою деятельность. Фактически всё крутится вокруг этого. Другое дело, что он платит очень высокую цену за это, внутреннюю цену, и платит он как раз-таки под этим вот одиночеством. Когда речь идёт о злокачественном нарциссизме и человеке-скуке, то здесь ситуация гораздо более тяжёлая. Мне хочется сразу, извини, тебя прерву, потому что хочется сразу зрителям немножечко вкратце рассказать концепт людей тоски и людей скуки. То есть по мнению Назипа Хамитова, нашего известного украинского философа, люди тоски — это люди ищущие, которые пытаются постоянно развиваться и создавать артефакты культуры, постоянно выходить за пределы своей личности и постоянно развиваться. Люди скуки — это те, кто не осознают пустоту внутри себя и пытаются её заполнить зрелищами и ищут это заполнение через какие-то обыденные вещи, через впечатление, еду и такие вот быстрые способы. Они бегут таким образом от себя и от развития своей личности. Да, да, да. Именно таким образом очень глубокое такое разделение, мне оно очень нравится. И нарциссизм, в общем-то, присущ и тем, и другим, проявляется он по-разному. И вот человек скуки, например, может сделать объектом свой социальный статус. Предположим, он имеет какое-то положение в обществе, и он настолько этим кичится, настолько этим гордится и всячески выставляет это на показ. Вот, опять же, зачем он это делает? Он требует восхищения. Вот, чрезмерного восхищения зачастую то, что, в общем-то, не соответствует его положению. Он может быть, например, мелким чиновником, но требует к себе такого внимания, почета и восхищения, так, как будто бы он президент страны, например, или что-то в этом роде. И для него это абсолютно адекватно реальности. Как мы говорили в прошлой программе, нарцисс живет не в реальности. Он живет в мире своих фантазий, таких нарциссических. И на самом деле его внутренняя жизнь проходит вот в этих фантазиях, он очень много времени уделяет. Он представляет, какой он великий, как он достигает. Достижения имеют огромное значение для нарцисса. И вот здесь вот мы хорошо можем увидеть именно мужскую часть, да, потому что мужчине предписано нашим обществом достигать чего-то, да, то есть каких-то успехов и так далее. То есть если женщина может, в принципе, реализоваться в материнстве, и ей не обязательно идти в социум и достигать каких-то социальных успехов, она может остаться там, либо занимать какую-то невысокую должность, заниматься чем-то, скажем так, более обыденным. И женщина как бы не ругает социум за это, хотя современные реалии уже другие, да, от женщины тоже много чего требуется. Но у мужчины испокон веков стояло требование, что он должен чего-то добиться, должен превзойти самого себя, преодолеть какие-то трудности и занять какое-то положение в обществе. И поэтому, когда речь идет о мужском нарциссизме, он в своих вот этих проявлениях может очень долго двигаться и не осознавать вот этих деструктивных процессов, которые в нем происходят. Почему? Потому что общество это признает. Нарциссы, как я уже говорила ранее, они довольно сильные лидеры, они творчески развитые личности, они в действительности сами собой представляют очень интересных людей. На нарциссов всегда хочется быть похожими, потому что они, как правило, выделяются из толпы. Но что происходит дальше? Когда такой человек достигает какого-то возраста, какого-то определенного статуса, он рано или поздно столкнется с вот этой внутренней пустотой. Это как, можно такой вот, не пример, а сказать, что такой человек проживает как будто бы не свою жизнь. И он в каком-то кризисе среднего возраста, например, сталкивается с тем, что он положил свою жизнь в лучшие свои годы на достижение какой-то цели, а внутреннего удовлетворения, внутреннего счастья ему это не принесло. Гонка за призрачным счастьем. Да, очень хорошая метафора. И вот в таком, скажем так, в таком кризисе, как правило, уже человек обращается к психотерапевту, может не обратиться, может начать какую-то деструктивную деятельность. На самом деле есть ряд фильмов, которые отражают очень хорошо это, например, «Американский психопат». Это такая крайняя степень нарциссизма, когда человек дошел уже вот в своих вот этих проявлениях до самых крайних вещей, когда он уже там речь идет об убийствах и так далее. То есть там отдельные моменты, показано очень хорошо раскрыто вот эта личность. Я, кстати, сразу вспомнила Гиде Мопассана, «Милый друг». Это как раз герой, который реализовывал свой нарциссизм через отношения с женщинами. То есть он, не имея сформированной личности, испытывая пустоту, он пытался заполнить ее через отношения. Он встречался и полюбил вроде бы даже девушку, которая была замужем, и это бесконечное количество связей. И Казанова, который постоянно из отношений в отношения перепрыгивал. Но при этом не был по-настоящему счастлив. Вот в этом различие между мужским и женским нарциссизмом в том, что когда мужчина имеет на протяжении жизни множество женщин, это не так порицает сообществом, когда женщина имеет много мужчин, много браков или много отношений. Поэтому нарциссизм в отношениях, в такой форме, мужчине проще реализовать. И, как правило, да, он имеет много партнерш. Потому что, как мы говорили в прошлой программе, на определенном этапе начинаются трудности. Тогда, когда человек начинает открываться, и он видит, что этот человек вовсе не его отражение. И он не подчеркивает его величие, его статус и так далее. То есть этот человек с какими-то своими процессами, он этого пугается, и, как правило, обесценивает и отвергает его. И идет дальше. Он находится в таком положении ищущего. Вот он постоянно ищет, меняет, 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 меняет эти отношения, тем самым приумножая внутреннюю вот эту пустоту. До записи мы с тобой говорили о том, что еще одно проявление мужского нарциссизма и нарциссизма вообще — это эмпатия. Вот хочется об эмпатии поговорить. Ведь если мужчина не проявляет эмпатию к своей женщине в своем нарциссизме, то практически невозможно с ним общаться, он закрыт. Это такая общая характеристика и для мужчин-нарциссов, и для женщин-нарциссок — отсутствие эмпатии, отсутствие сопереживания, невозможность поставить себя на место другого человека, проникнуть в его переживания. Они совершенно нечутки к чужому горю. И это есть проблемы в отношениях как в женском варианте, так и в мужском. То есть, например, когда речь идет о женщине, мы можем себе представить эту холодную нарцисску, которая зациклена, например, на своей собственной красоте или вообще на себе самой. И она не способна дать вот этой душевной теплоты, в которой нуждается и мужчина, и дети в том числе, вообще близкие. И она остается вот в этом таком холодном коконе. И вот «Снежная королева», да, вот сказка «Снежная королева», кстати, она очень богата на вот эти вот нарциссические образы. Прекрасный пример, кстати. Да, да. То есть вот «Снежная королева», она такая холодная, она красивая, она великая, но она совершенно бесчувственна. И вот это о женщине-нарцисске. Вот мужчина-нарцисс точно так же лишен эмпатии, лишен сопереживания. И женщине рядом с таким мужчиной очень дискомфортно. Она чувствует себя одинокой, она не чувствует того, что этот человек буквально рядом с ней. То есть вот фасад есть, а человек не присутствует. И, конечно же, это оказывает огромное влияние на отношения, и это очень трудно. Но вот в то же время такое качество, оно, если говорить уже о каких-то позитивных, оно может пригодиться в бизнес-сфере, потому что зачастую наша эмпатия, наше сопереживание другим людям, оно в жёсткой бизнес-сфере может сыграть злую шутку, да. И там эмоции лучше отложить в сторону, и нарциссы с этим отлично справляются. То есть они абсолютно безэмоциональны. Здесь есть другая крайность, они могут пойти по головам ради достижения своих целей. Но в бизнес-сфере, так как мы знаем, в принципе, это довольно частые варианты. И здесь они действительно могут себя применить. Ещё, например, нарциссические качества очень хорошо можно реализовать в сфере шоу-бизнеса. То есть звёзды нашей эстрады, например, звёзды кино, они, как правило, с очень сильным нарциссическим компонентом. У них есть полигон для того, чтобы развивать их. Они получают огромное количество восхищения от зрителей. И если не получают, очень страдают. Актёры, которые, скажем так, занимают всегда роли второго плана, но считают, что они достойны роли первого плана, вот, это вот такой вот можно привести пример. А мы не противоречим себе сейчас, когда в начале программы ты говорила о том, что нарцисс живёт в мире иллюзий, и не всегда эти иллюзии воплощаются. А с другой же стороны мы говорим, что часто именно нарциссы достигают больших успехов в жизни и получают отдачу от зрителей, от коллег, строят счастливый бизнес. Где здесь всё-таки грань? Здесь нет противоречия. Почему? Потому что нарциссы, да, они питаются восхищением. Это их топливо, на котором они движутся. Но дело в том, что без этого восхищения они не в состоянии регулировать собственную самооценку. Как только затихает звук аплодисментов, они тут же начинают чувствовать себя ничтожными, несостоятельными. В момент любой критики, в момент недополучения этого восхищения. То есть здесь вся соль вот именно в этой самооценке. Он не в состоянии оценить себя объективно, он не в состоянии сам себя критиковать. Всё зависит от того, какую он обратную связь получит от других. И она представляется ему в очень чёрных красках, если речь идёт о критике. Или просто о неполучении этих аплодисментов. Поэтому в действительности нарцисс благодаря своей деятельности может чего-то достичь, но, как правило, он всегда хочет большего. Он всегда считает, что он достоин большего, лучшего и так далее. То есть здесь это как наркотик. То есть ему постоянно необходимо увеличивать количество вот этого восхищения. Ему восхищения одного человека недостаточно. И тем самым увеличивать свою значимость. Да, да, конечно. Получается, что у нарцисса, в том числе и у мужчины нарцисса смещён центр внимания изнутри, снаружи. По сути, снаружи находится всё, что оценивает его как прекрасного, успешного, восхитительного, такого интересного и требующего внимания, по сути. А если бы мужчина-нарцисс или просто нарцисс и женщина и мужчина переместили центр внимания внутрь себя на, опять же таки, ядро своей личности и начали бы идти от своих потребностей, настоящих потребностей, а не призрачных потребностей, продиктованных обществом, модой и так далее. А начали бы прощупывать свой истинный путь, то тогда это, наверное, как раз путь выхода из нарциссизма, из такого болезненного нарциссизма в счастливую жизнь и подлинно твою жизнь, а не продиктованную эгрегором нарциссизм. Да, дело в том, что если нарцисс учится самостоятельно регулировать свою самооценку, если ему становится присуща рефлексия, когда он осознаёт то, что он делает, нарцисс может осознать вот этот свой фасад, осознать иллюзорность этого фасада, но это вовсе не значит, что от него его нужно лечить, этот фасад, и от него срочно избавляться, да, то есть как может показаться, например, вот что происходит в кабинете психотерапевта, да, то есть вот человек зашёл одним и вышел другим. Нет, он проделал огромную творческую работу. Ну, конечно. Он создал грандиозную личность с какими-то талантами, достижениями, как ни крути, всё-таки в ряде случаев всё-таки это имеет место. И не обязательно от этого избавляться, но когда человек это осознаёт, он может этим управлять. Не его образ, не его маска управляет им, а он сам этим управляет. Он может приобретённые навыки включать или выключать в зависимости от контекста ситуации. И этим можно пользоваться, но тем не менее огромное внимание нужно уделить своей душевной жизни, своим истинным потребностям, истинным желаниям и так далее. И если это всё гармонизировать, привести в некую такую синхронность, то в действительности произойдёт исцеление. Зачастую может произойти исцеление как раз-таки в отношениях. Это, конечно, большая редкость. И здесь зависит от партнёра. Дело в том, что когда женщина, например, выбирает себе в партнёры мужчину-нарцисса, она выбирает его, конечно же, не случайно, так же, как и наоборот. Мы притягиваемся по определённым законам друг к другу. Когда мы осуществляем выбор партнёра, мы что-то своё находим в этих отношениях. Здесь есть риск, например, да, то есть нарцисс, он склонен к вот этому высокомерию, вот этому обесцениванию и к некоторому садизму по отношению к своей женщине, когда он обесценивает, разрушает её самооценку. Вот это такой психологический садизм. Каким образом? Вот той самой требовательностью по отношению к себе? Дело в том, что нарцисс не воспринимает другого человека как что-то отдельное, как кого-то отдельного. Он воспринимает как некую свою функцию, как свою руку, как свою ногу, то есть вот примерно так. И зачастую нарцисс выбирает себе, вот мужчина-нарцисс особенно, это очень часто встречается, выбирает себе женщину согласно статусу. Она должна определённым образом выглядеть, она должна тоже достигать определённых успехов, то есть он от неё это очень требует, чтобы она ему соответствовала. И если вдруг она шаг лево, шаг вправо, он тут же её обесценивает. Причём мы помним, да, как в прошлой передаче я говорила, вот этот гнев нарцисса направлен на разрушение человека и именно на разрушение его самооценки. Он не может признать, например, что он совершил неправильный выбор, либо он не знает того человека, который рядом с ним, он абсолютно убеждён, что он очень хорошо его знает. И он не может признать за собой то, что он на самом деле не разобрался, кто его партнёр. Поэтому он обрушивается вот этим агрессивным гнивом на своего партнёра и тем самым разрушает его. Ну да, мужчина-нарцисс может выбрать женщину только потому, что она очень красивая и статусная. Конечно, он будет красиво смотреться с ней рядом в обществе. Да, при этом действительно есть такие случаи, когда семьи создаются именно вот по этим приоритетам и любви там вовсе нет. Мужчине важно просто, чтобы женщина была его красивой спутницей и показывала, что вот он такой замечательный мужчина, у которого красивая, статусная, яркая жена. Да. Длительные отношения у нарцисса возможны как раз таки с женщиной нарциссской. Вот когда два нарцисса сходятся в таком тандеме семейном, что происходит? Если они договариваются, то есть происходит некий этап, когда они, скажем так, структурируют свою деятельность, у них в общем-то очень схожие интересы. Например, они ориентированы на высокий статус в обществе или на вот эту вот фасадную красоту, как красивая пара, идеальная пара. И когда они начинают вместе над этим работать, они создают образ идеальных отношений. То есть все друзья, все знакомые, все люди, которые имеют возможность наблюдать эту пару, говорят, боже, какая пара замечательная, они так красиво смотрятся. Они просто идеальная пара. Они никогда не будут ссориться на людях, они никогда не позволят себе каких-то, скажем так, некрасивых проявлений или чего-то такого. То есть у них все продумано и вся энергия брошена на то, чтобы создать вот эту идеальную семью. То есть этому же самому подвергаются и дети потом. Ключевое слово — образ. Вот хочется сразу понять разницу. Ведь образ красивых и счастливых отношений, и счастливые отношения — это разные вещи. Конечно. А ведь хорошо, даже если нарцисс и нарцисска сошлись, да, они умеют договориться, да, у них все прекрасно на людях, а внутри? Внутри очень сильная конкуренция. Ни один из них не хочет уступить пальму первенства. Каждый из них хочет чувствовать себя главным в этих отношениях. И разве возможен длительный союз при таких акцентах? Дело в том, что если они примерно одинаково сильны, они могут просуществовать достаточно долго. Но здесь даже если идёт борьба не на жизнь, а на смерть внутри их, если даже кто-то проигрывает, выигрывает, всё это остаётся за этим фасадом. Мы не можем это наблюдать. Если, например, это какая-то звёздная пара, обладающая каким-то статусом в обществе, какие-то там актёры, например, или ещё что-то, да, то есть любой скандал, любой развод, расход — это будет некий урон их образу, который они создали. И самооценки. Да, понимаешь, то есть они не могут, например, допустить развода, они не могут допустить какого-то скандала в обществе, и поэтому они будут вот эту иллюзию поддерживать, даже если внутри уже идёт война. Вот хочется сразу... Я вот подумала о том, что если всё-таки с нарциссом мужчиной будет женщина не нарцисска, а более всё-таки женственная, по-настоящему женственная женщина, да, которая нацелена на душевность, на открытость, на заботу о потребностях своего мужчины, то она может отогреть его сердце, она может достучаться к нему через толщу вот этого панциря, панциря нарциссизма и самолюбования, или, в принципе, это невозможно. Вот хочется узнать, насколько, в принципе, может мужчина, нарцисс выйти за рамки нарциссизма и исцелиться через отношения. Я понимаю, ты хочешь знать, возможен ли терапевтический брак между нарциссом и ненарциссом? Я думаю, что возможен. Здесь главное не попасться в такую ловушку, когда вот женщинам это очень свойственно, ну, к счастью или к сожалению, когда мы сталкиваемся с тем, что с мужчиной, например, что-то не так, да, какие-то вот ссоры, скандалы, там, какие-то вот эти острые моменты, нам кажется, что вот мы сейчас что-то сделаем, и он изменится, произойдёт чудо какое-то, да, то есть или он поймёт, наконец услышит, или ещё что-то. На самом деле человек меняется только тогда, когда внутренне принимает решение об этом. И женщина такая может положить свою жизнь на алтарь вот этой борьбы за изменение этого мужчины. Но это некое нарушение личностных границ такого человека. Всё-таки жертвовать собой ради этого не стоит. Любовь в этом смысле — это выбор. Если я люблю такого человека, я знаю, что он нарциссичен, я знаю о его проявлениях, я знаю о том, что он может меня обесценить, я знаю, что он будет гневаться на меня, он будет требовать от меня чего-то. Если я это трезво оцениваю, и если я согласна на то, что рядом со мной будет такой человек, и я готова его принять, то здесь нужно работать с самой собой, конечно же. Не спасать этого человека, не менять его, потому что изменение человека — это его собственная ответственность. И я могу работать с собой, я могу менять себя, учиться защищаться от его агрессивных нападок, защищать свою самооценку, удерживать её. Вопрос в том, насколько это очень затратно, и готова ли женщина будет заплатить такую цену, при том, что изменения могут не наступить. Человеку может быть комфортно в этом. И он к своему вот этому ощущению пустоты и депрессии может прийти очень нескоро, а может и вообще не прийти, в зависимости от событий его жизни, как он будет развиваться. Но в принципе, такое как бы теоретически, то есть в общем-то и практически, у меня есть примеры, и практически это возможно. Дело в том, что в каждом человеке, даже в человеке, который страдает какой-то психопатологией, серьёзной, всегда остаётся некая здоровая часть. Конечно. И вот к этой здоровой части имеет смысл всегда обращаться. То есть если, например, кто-то из наших слушателей, зрителей обнаружит, что вот его партнёр нарцисс, вот есть смысл глубже изучить этот вопрос, изучить проявление, понять, что движет этим человеком, понять, какие у него сложности, какие у него чувства скрыты, на какие больные точки лучше не давить. И здесь, конечно, можно научиться как-то взаимодействовать. Но если вы чувствуете там страдания внутренние, если вы чувствуете опустошённость, если чувствуете, что с вашей самооценкой что-то не так, то тогда, конечно, есть смысл применять какие-то меры. Это может быть поход к психотерапевту, а может быть принятие решения о разрыве отношений всё-таки. То есть это, кажется, сам для себя решает. Хочется всё-таки дать надежду нарциссам, которые увидели непродуктивные черты нарциссизма, то есть о позитивных мы поговорили, а если всё-таки отслеживается негативное, и человек уже действительно не может построить какие-то связи, контакты из-за своего зацикливания и самолюбования, только в процессе, когда он просто думает только о своих потребностях, и он столкнулся с тем, что не получается что-то сделать в жизни, например, не получается что-то сделать в отношениях, как-то их укрепить, углубить, а чувства, в принципе, действительно есть. Что может сделать мужчина-нарцисс, когда заметит в себе вот эти непродуктивные черты своего нарциссизма? Здесь это требует глубокой работы над собой, в частности, это рефлексия и проверка на реальность своих фантазий, проверка на реальность своих целей, потому что цели могут быть очень нереалистичны, он может ставить себе такую высокую планку, которую он не достигнет никогда, и тем самым постоянно ввергая в себя вот в эту депрессию, вот в эти ужасные чувства, вот пересмотреть их, то есть все-таки стараться быть более гибким в этих вещах. И ключевой момент проверка на реальность, потому что вот эти фантазии, они уводят нарцисса от действительности, и он, погружаясь в них, начинает вести себя в определенной степени неадекватно, как по отношению к другим, так и по отношению к себе. Когда он проверяет, все-таки прислуживая прислушиваются к обратной связи от других, учатся защищать свою вот эту ранимую самооценку таким образом, то есть, например, обесценивание и гнев, это тоже защита, и он защищает как раз вот эту свою ранимую самооценку. Возможно, поиск каких-то более конструктивных защит, каких-то других способов выходить из этого не с таким уроном, воспринимать критику более мягко и здорово. здорово. Ну и, конечно же, как вариант, это работа с психотерапевтом, которая дает очень мощный ресурс для преодоления этой трудности. Благодарю тебя, Ирина, за то, что ты так глубоко раскрыла вместе со мной сегодня тему нарциссизма. Я надеюсь, что те, кто заметит в себе непродуктивные его черты, будут их мягко и красиво исправлять, дабы достичь больших результатов в жизни ищет отношения. Главное – не сорваться в перфекционизм. И не пойти опять по тому же пути. Особое внимание к любимому мужчине необходимо, но если это потакает его нарциссизму, очень сложно будет развивать такие отношения. Пусть в каждой семье будет место искреннему восхищению, возникающему не от недостатка, а от избытка любви. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаем мы сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова